Квартиры в доме 22-1 по улице Авиационная должны были бесплатно предоставить сиротам и инвалидам в 2017 году. Однако заселение по каким-то причинам произошло с опозданием на два года, когда будущие жители уже начали торопить строительство и работы закончили за полгода. Его принял лично Дмитрий Кулагин, тогда еще в статусе мэра. Сегодня свое жилье люди называют развалюхой, хоть и с виду дом новенький. Воду включаешь даже искупать своего ребенка, текет ржавая вода. И лето, когда наступает, обычно долго сливается горячая вода. Просто можно куб, два слить холодной воды. В подвале я насколько увидела трещины, трубы в ржавом текут состоянии. Ковырнуть этот грибок и труба взорвется в одну минуту. В соседнем подъезде, первый подъезд у нас, у них электрощитки в подвале. То есть электрик боится подходить туда, к щитку, потому что током бьет. Когда западный ветер больше 4 метров в секунду, окно гудит, как аэродинамическая труба. Я советовалась со специалистами по окнам. Он сказал, что когда дом утепляли, вокруг моего окна оставили большие пустоты. Около 12 сантиметров окна мне заливали пеной, чтобы не сквозило. Отопления нет, мы замерзаем, мы пользуемся обогревателем. Многочисленные жалобы жителей спровоцировали проверку прокурора города. Игорь Стасюлис заметил нарушения как в обслуживании, так и допущенные при строительстве. Сегодня за эти дефекты отвечает застройщик ООО «Уральская инвестиционная компания», у которой дом на гарантии еще два с половиной года. Сейчас мы весь перечень этих нарушений и недостатков, мы их составим совместно со специалистом и будем принимать исчерпывающие меры по устранению этих нарушений, вплоть до привлечения виновных лиц к ответственности. В администрации нам ответили, что Управление строительства и дорожного хозяйства города направило претензии подрядчику. Организация приняла к исполнению замечания, однако местные жители подвижек не заметили. С получением прокурорской экспертизы они намерены обращаться в суд, поскольку опасаются, что гарантия закончится и приводить многоэтажку придется за свой счет. Напомним, ранее прокуратура сообщила о грубых нарушениях при капитальном ремонте двух домов по улице Маломельничной и проспекту Дзержинского. По последнему активисту ОНФ предложили ввести режим ЧАЭС, чтобы экстренно закончить ремонт до зимы.